Основных тем две – вопросы водоотведения и канализования, а также сбора, вывоза и переработки мусора на территории города. Совещание проходило под председательством заместителя полномочного представителя президента России в ЮФО Владимира Гурбы. Также присутствовали заместитель генпрокурора России Сергей Воробьёв, вице-губернатор края Вадим Лукаянов, глава Сочи Анатолий Пахомов, руководители силовых ведомств региона и города, в частности прокуратуры, МВД и ФСБ, Росприроднадзора и Роспотребнадзора. По словам Гурбы, сейчас превалирует потребительский принцип отношения к природным богатствам Черноморского побережья. Заставить предпринимателей вести свой бизнес без ущерба экологии Сочи – еще одна важная задача. Подчеркивалась и необходимость разъяснительной работы среди населения. Акватория Черноморского моря является уникальным с точки зрения возможности его использования, с точки зрения отдыха, оздоровления, достаточно большого количества населения, которые приезжают к нам в нашу зону. Кроме того, это не секрет, и мы в течение прошлого года, этого года вместе с мэром, я благодарен ему, что он являлся инициатором у себя этой системы развития туризма, потому что без этого сегмента, смотрите, когда мы говорим с точки зрения социально-экономического развития в регионе. В Сочи вопросам экологии уделяется огромное внимание, особенно в последнее время. Однако проблемные точки все же пока еще есть. Например, некоторая часть ливневой канализации в Сочи принадлежит различным ведомствам. Это значительно осложняет ее обслуживание. На совещании поднималась и тема отказа многих жителей частных домовладений подключаться к централизированной канализации. Я предложил конкретные меры. Буквально со следующей недели мы предлагаем вместе с администрациями районов, которые здесь присутствуют, которые готовы, которые по большому счету знают наши, ну не то что там, но просто знаем, кто где подключался незаконно. Тот же Чкаловский весь микрорайон, тот же самый микрорайон Бочарова ручья, тот же самый микрорайон Мамайка. Мы предлагаем, что вместе с нами пройти и Роспотребнадзор, или Росприроднадзор, потому что и одна и другая организация имеют право на основании этого закона делать предостережение и давать указания водоканалу на отключение. Водоканал говорит, что мы моментально все это сделаем. Тема санитарно-эпидемиологического состояния Сочи теперь будет находиться под особым контролем. На совещании подчеркнули, что ведение бизнеса на курорте должно строго соответствовать требованиям экологии. Подобные межведомственные совещания под руководством заместителя полпреда президента в ЮФО будут проходить ежемесячно, как минимум до июня. Все участники будут обязаны отчитаться о выполнении данных поручений. Как продвигается решение вопросов водоотведения и мусора переработки в Сочи, обсудят уже в феврале.